Всем привет! С левой стороны оригинальный продукт, он стоит в опте плюс-минус 1300 рублей. С правой стороны поделка она стоит в два раза дешевле, где-то в рублей 600-700 примерно продают ее в среднем. Простому обувателю понять в чем разница очень тяжело, потому что это очень качественно сделанная поделка. Давайте я расскажу вам, как быстро и просто отличить поделку от оригинала. Начнем! С левой стороны оригинал, с правой стороны поделка. Очень неявный признак, о котором вообще мало кто знает, но он на самом деле самый простой для проверки. На оригинальном продукте штрих-код нанесен с помощью рельефной краски. Если вы пальцем проведете ногтем по штрих-коду, то вы ощутите его рельефность. Она прям такая явно ощущаемая. На поделке это просто обычный принт. То есть вы никакой рельефности не ощутите. Это самый такой основной признак, по которому можно прям бегло сразу сходу определить поделку. Отличие от номер два тоже одно из основных. На оригинальном продукте есть такая степень защиты. Если вы посмотрите на черную надпись ZIK, то увидите под определенным углом логотип SK. То же самое на желтой полоске. Видны эти надписи только под определенным углом. На черном фоне это SK, на желтом фоне это надпись SK Lubricants. Подельщики попытались сделать примерно то же самое. На черном фоне видите, да, при определенном углом мы тоже видим при преломлении света надпись SK. И не имея перед руками оригинальной банки, вы не поймете, продукт это оригинальный или нет. Но, что касается желтой полоски. На оригинальном продукте надпись SK Lubricants сделана таким способом выдавливания. То есть это абсолютно равномерное нанесение краски вместе с самой полосой, то есть желтого цвета. Но методом выдавливания нанесены буквы. А на поддельной канистре, давайте попробую приблизить. Буква просто нарисована такой золотистой краской, причем она явно видна. Видны такие элементы, такие, знаете, точечки небольшие. То есть это просто нарисованная надпись, не выдавленная. Это явно бросается глаза, то есть если вы видите, что элемент нарисован, и нарисован такой золотистой краской, то есть перед вами подделка. На самом деле это способ проверки очень простой. Ничего сложного там нет, вы сами видите, да? То есть как это выглядит здесь, и как это выглядит здесь. Отличие номер три, но оно совсем не явно. Если вы не имеете перед руками оригинальной банке, то вы можете понять, что эта подделка не так просто. На оригинальной продукте надпись ZIG на нижней части канистры и дата производства тары выполнена таким, знаете, методом выдавливания. Четкие, ровненькие, а на подделке они еле видны. Особенно, что касается даты производства тары. В остальном элементы их расположения соблюдены также абсолютно все сделано. Но, конечно, сделано все-то гораздо хуже. Но опять же, это можно понять, только имея перед глазами оригинал с подделкой, сравнивая. То же самое касается мерной шкалы. Но опять же, не имея перед глазами оригиналной подделки, очень тяжело будет сравнить. На оригинале она выполнена таким, очень четко, четко, ровненько. А на подделке мерная шкала еле видна. Давайте с вами, на всякий случай, замерим канистры по весу. Это у нас оригинал. Он весит 3669 грамм. Это у нас подделка. Она весит чуть больше 3673 грамма. На поддельной продукте есть также защитная фольга металлизированная. Это не признак оригинала или подделки. Они тоже делают ее. Защитная пленка до общей качества исполнения канистры на оригинале, конечно, гораздо выше, чем на подделке. Но опять же, не имея перед глазами банки оригинала и банки подделки, для сравнения, очень тяжело будет понять, что перед вами поддельное масло. Поэтому ориентируйтесь на те признаки, которые я вам перечислил. Этого вполне достаточно, чтобы выявить подделку. Свои болты на ранков. Вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчики. Всем пока.